Здравствуйте. Киевская хунта сжимает кольцо вокруг Луганской народной республики. Агрессор пытается отрезать нас от границы с Российской Федерацией, перекрыв тем самым гуманитарные коридоры с братской нам страной. Те воинские части, которые находились у нас в тылу, фактически все перешли под наш контроль. Исключение составляет лишь аэропорт города Луганска. Он до сих пор контролируется украинскими военными. Мы не предпринимаем никаких активных действий против военнослужащих, которые находятся на его территории. Пытаемся вести с ними переговоры. К сожалению, результатов они пока не приносят. Ввиду того, что в нашем тылу находится крупная военная группировка противника, которая постоянно пополняется личным составом, техникой и вооружением, мы пытаемся оградить Луганска от удара с этого направления. 9 июня мною был издан приказ о запрете полета в районе аэропорта Луганска. Тем не менее, украинские военные его проигнорировали. В ночь с 13 на 14 июня был сбит военно-транспортный самолет Ил-76, который доставлял на базу национальной гвардии как личный состав, так и бронетехнику с боеприпасами. Сегодня Украина обвиняет нас в том, что мы убиваем мирных граждан. Я заявляю, идет война, и погибшие являются военнослужащими, а не гражданскими лицами. Весь западный мир кричит сейчас о том, что убиты украинские военные. Почему они молчат о 8 убитых мирных граждан 2 июня в Луганске? Почему они молчат об убитых славянских детях? О применении запрещенного оружия, о фашистских методах ведения войны, о том, что за последние 2 дня мы потеряли убитыми более 100 наших мирных граждан. Мы не исключаем возможности организации киевскими властями провокаций для ожесточения конфликта. Сбитый самолет – хороший повод для того, чтобы развязать себе руки для зачистки мирного населения нашей республики. И это при полной поддержке со стороны Запада. Агрессия и истерия фашистской хунты ярко проявилась вчера в Киеве. Только неадекватные руководители могут позволить сжечь и крушить иностранное посольство. Руководство Украины и командующие так называемое АТО бросают людей на войну, используя их как пушечное мясо. Это не только геноцид против народа Луганской и Донецкой республик, но и против своего же украинского народа. Мы же готовы отразить любые атаки агрессора. Мы будем стоять на своей земле до последнего дыхания, до последней капли крови. НТВ вопрос, пожалуйста, можно? Какая сейчас ситуация в городе Счастье и под чьим контролем находится Счастьянский мост? Счастьянский мост в данный момент перешел под контроль фашистской армии. Там стоят наши подразделения, которые будут препятствовать прохождению военной техники. Валерий, скажите, пожалуйста, была информация, что якобы силы ополчения сказали, что это не они сбивали Ил-76? Нет, Ил-76 был сбит именно нашими силами противовоздушной оборонки. Алина Герева, Портал Тейв, какая сейчас ситуация на Металлисте? Я знаю, там шел бой, вчера там очень сильно ополченцы собирали все свои силы. Как там прошло? Есть ли раненые, есть ли погибшие? Какая там сейчас обстановка? Да, есть раненые, есть погибшие. Киевская хунта достреливала наших раненых, в том числе и она расстреливала своих тоже. То есть это факт, это документально подтверждено, и я думаю, в ближайшее время это будет выложено в интернете или на каких-то телеканалах. В Станице сейчас, минуту, и в Станице в Макарова там тоже беспокойная ситуация. Что там сейчас происходит? В Станице сейчас идет бой. Полной информации я вам дать сейчас не могу. Как только будет более полная информация, это будет все сообщаться в сетях. Насколько важно вот это отступление от счастья для Национальной Гварии? То есть насколько это утяжелевая ситуация сейчас в городе? То, что мозг остался за ополчами, за Национальной Гварии? Да, это такое тяжелое направление для нас. Но я думаю, что те укрепления, которые мы сейчас возвели, сделают невозможный проход военной техники для продвижения в городе Луганск. Валерий, а какие взаимоотношения сейчас в Луганске на районе республики с Российской Федерацией? С Российской Федерацией. В основном мы сейчас общаемся с Валентиной Матвиенко, потом с Сергеем Нарышкиным и Владиславом Сурковым. Еще вопрос. Моя коллега буквально сегодня возила ребенка из страны. И так получилось, что проезжали не столько постов на Гвардии, бойцов на Гвардии, и сказала на вопрос, может ли она завтра вернуться обратно, пропустят ли ее. Один из бойцов сказал, что некуда будет возвращаться, в Луганске просто не будет на него сотрудничать за земли. Можете это прокомментировать? Ну да, есть по нашим разведданным, что они готовят полную зачистку. Мы можем это видеть по вчерашнему бою в части, когда просто националисты разбивали окно и с автоматом не глядя расстреливали всех жильцов этих домов. То есть не смотрят дети, взрослые или кто бы там не был. Поэтому я думаю, что они не остановятся при тем, чтобы полностью зачистить все наше население и города, в Луганской частности. Евгений Решнев, Северканал Россия 1. По поводу Днепропетровской бригады десантников, непонятно, вчера говорили, что они покинули, завязался бой между Львовским и Днепропетровским. Они покинули территорию аэропорта, сегодня уже исчезну, потому что они все еще там находятся и продолжаются конфронтации. Нет, территорию аэропорта никто не покидал. Скорее всего, это была очередная провокация. Поэтому, навряд ли. Если Днепропетровцы попросят нас о помощи, мы с удовольствием им поможем. Вам об этом конфликте известно между ними? Нам, да, известно, но я же повторяю, по данным разведки, скорее всего, это была очередная провокация Киева. А бойск болезненств? Спровоцировали бой и что-то нас вытащить. То есть вы ждете атак на Луганск? Естественно, нам ничего другого не остается, как защищать себя и свою землю, потому что вы же видите, какое продвижение техники и войск идет в направлении Луганска. Валерий, вот по поводу Ил-76, то есть откуда может поступать какая-нибудь информация? То есть откуда, какие могут источники неназванные, да, говорить, что якобы не ополченец Белыгий? Ну, то есть опровергать слова, сказанные вчера. Что известно про эту ситуацию? Может быть, поподробнее у нас? Ну, поподробнее я вам ничего не могу сказать именно по Ил-76. Я еще раз повторяю, что Ил-76 был сбит именно нашим ополчением, то есть противовоздушной обороны Луганской народной республики. У вас есть план обороны города на случай непосредственного вторжения украинских частей на территорию Луганск? Естественно, есть. Мы к этому готовимся и готовы на сегодняшний момент. Детально о планах я вам рассказать не буду, естественно. Но мы к этому готовились и, в принципе, готовы на сегодняшний момент. А как происходит сейчас, может быть, эвакуация гражданского населения? Какие-то коридоры созданы? Да, коридоры мы еще держим, но Национальная гвардия пытается закрыть вот это кольцо по границе. Есть уже обстрелы мирного населения, детей, в том числе автобусов. На данный момент мы пока делаем все возможное, чтобы провести людей к российским границам. А через какие именно ограниченные части? Из Валина. Все пропускные пункты мы людям, в принципе, известны. У нас работают специальные бригады, люди, которые проводят именно... А если что людям, то куда обращаются? На горячую линию, на любой у нас есть сайт. Всю информацию можно получить. А скажите, взаимодействие как-то с Донецкой Народной Республикой происходит? Ну, естественно, мы постоянно взаимодействуем, мы постоянно делимся информацией, помогают разнопланово Донецкой, как они нам, так и мы. А вот если про Российскую Федерацию можно подробнее, как происходит, дипломатический обмен, там, детишем, переписывать, что-то, кроме этих трех людей же, как-то? В основном идет гуманитарная помощь, финансовая помощь именно просто от людей, от этих лиц, которыми я заявлял, в основном общественных организаций, частных лиц. А скажите, Вы еще контролируете какие-то участки границы? Да, естественно. А какие именно? Ну, начиная от Довжанской и кончая Изварина. То есть вот эти участки мы полностью практически контролируем. И они являются кричевыми. В основном, да, и в сегодняшнем моменте. Вы упомянули о 100 погибших, мирных, я так понял, жителях в результате боев. Это где произошло вообще? Ну, это произошло вот буквально за пару дней, в основном много жертв было во вчерашних столкновениях, когда они просто расстреливали мирных граждан, не давали. У нас сейчас есть даже семья, которая окруженная, которая созванивается, не может выйти. Мы пытаемся к ним пробиться, даже сейчас они окружены, они просто расстреливают в основном мужское население и просто женщин. Ну, вы как-то планируете город счастья под свой контроль вернуть? Если это нереально... Мы над этим работаем, я думаю, в ближайшее время мы освободим. Сейчас там более не идет, да? Сейчас мы просто готовимся, ждем основного продвижения. У вас есть данные о потере последних суток? До конца мы не можем, потому что было взято под контроль счастье. Там тоже много очень погибших. Сейчас эти данные уточняются. Но я, как заявлял, в районе 100 человек мирных граждан. Ну, совместно, вместе, конечно, и сополчится. Спасибо. 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 Спасибо.